Отдых, быт, увлечение. В этих детских рисунках лучшие моменты жизни каждой конкретной семьи. То, что по-настоящему объединяет. Алина Ружникова изобразила Богоявленский храм. Именно церковь, по мнению девочки, даёт возможность поддерживать добрые семейные традиции. Счастливая семья – это… в ней есть традиции. Все друг друга понимают, любят. Ходят по выходным куда-нибудь и собираются все вместе. Для Вероники Смирных спорт – связующее звено в отношениях. В своём рисунке учница первой школы изобразила отца-хоккеиста. Когда папа участвует в соревнованиях, самые активные болельщики – Вероника, её сестра и мама – испытывают гордость за свою семью. Я считаю, что счастливая семья – это когда все вместе проводят время, помогают друг другу. В семье никто не ссорится и все люди живут дружно. Есть здесь и фотографии. Большинство работ прислали школьники Силаома. Глядя на миксы из рисунков и фото жителей Канинской тундры, организаторы отмечают – творчество детей даёт точное представление о том, как подрастающее поколение относится к порой непростому семейному быту. Каждая работа светилась теплом в детской душе. Каждый постарался показать свою семью такой, какой он видит. И мы видим через рисунки, что дети трепетно относят к своей семье и её любят. Поддержать молодых фотографов и художников в начинаниях пришла и уполномоченная по правам ребёнка Татьяна Гашева. Главный защитник подрастающего поколения пожелала простого человеческого счастья и, конечно, здоровья. Познакомила ребят с их правами, подарив каждому из них конвенцию. Дети разные, видения разные, семьи разные. Но всех нас должно объединять. Что самое главное? Любовь. Любовь. Наградили в этот день и наставников юных дарований. Дипломы и грамоты, книги и диски. Скромное спасибо за то, что каждый из участников внёс свою лепту в сохранение семейных ценностей. Ирина Селивёрстова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».